МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фронтах Великой Отечественной. И каков должен быть характер поисковика, поговорим с Татьяной Нитбайлой, руководителем отряда «Высота». Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Совсем недавно ваш отряд «Высота» вернулся из очередной поисковой экспедиции, которая проходила в Карелии. Скольких солдат вам удалось поднять и при каких обстоятельствах это произошло? Добрый день еще раз, Катерина. Я очень рада сказать, что уже сегодня, кроме нашего отряда, вернулся еще один поисковый отряд «Алтай» в Табунском районе. Они дислоцируются. И мы встретили ребят, которые ездили из Барнаула. Это руководители музея 74-й школы, и с ними два парня. Они подняли 18 солдат. Мы подняли 11 солдат. В этом году наша поисковая экспедиция была очень и очень успешной. Я думаю, что это связано с тем, что в этом году исполняется 75 лет того боя, где погибли наши земляки, почти 400 солдат-красноармейцев, призванных с Алтайского края. Условия работы были в этом году очень тяжелые. В том плане, что нам пришлось искать на месте боя 32-го отдельной лыжной бригады тех бойцов, которые погибли во время атаки. Всего на этом болоте погибло примерно 120 человек. Они оказались уничтожены пулеметным огнем, поскольку должны были захватить островок посреди этого болота, где дислоцировался финский гарнизон. Часть солдат вынесли с этого болота, а часть осталась там, где проходила операция «Петля». И наш отряд дислоцировался недалеко от этого места. И достаточно быстро мы к этому месту приходили утром и даже иногда по два раза. Татьяна Анатольевна, насколько безопасно сегодня проводить раскопки? Нет ли риска наткнуться, скажем, на ту же мину? Вы знаете, за те 75 лет, что прошли с начала Великой Отечественной войны, эти места очень здорово исхожены. Исхожены не только поисковиками, исхожены рыбаками, охотниками, исхожены минерами, потому что спустя некоторое время после войны, когда мирное население вернулось из Архангельской области, конечно, опасно было в лес ходить. Но, тем не менее, говорят, что когда совершается пожар в лесах Карелии, часто это бывает, слышны взрывы и отсколочные ранения могут быть, если кто-то близко подойдет. Но там, где мы работаем, там уже неоднократно пройдены эти места, поэтому для ребят это достаточно безопасно. А почему именно Карелия? Ведь известно, что отряд высота ездит именно туда из года в год. Вы знаете, Карелия для нас является местом святым, потому что там погибло... Туда было призвано примерно 50 тысяч солдат с Алтайского края. Война продолжалась на Карельском фронте до июня 1944 года. А вот в этом месте, куда мы ездим, это Моизерский район, село Ругозеро, там погибли 400 бойцов сибирского батальона. 17 районов Алтайского края они были призваны. Из города Бийск они уехали, думали, что на Волховский фронт. Оказалось, что они должны были прибыть в Карелию, поскольку сложилось тяжелое положение. Враг мог захватить Кировскую железную дорогу. И наши деды и прадеды, где среди них был и мой дед, невежен Василий Петрович, он погиб в этом бою, сложил свою голову и написал письмо последнее. Никто не знал это как письмо завещания, хранится оно у моей мамы. Где он сказал, что мы до последней капли крови, мы будем сражаться, понимаем, что все-таки, наверное, мы погибнем, но мы защитим вот этот уголок нашей земли. И, конечно, так и случилось, поскольку обучены они были достаточно, ну, не очень хорошо, пять дней всего обучались такому военному делу. Но, тем не менее, мы едем туда, чтобы почтить память наших земляков. Ну, вот известно, что во время войны у каждого солдата при себе имелся медальон, то есть такая капсула, где хранился вкладыш с его именем. И, как известно также, эти медальоны очень сложно найти, очень сложно найти именно читаемые медальоны. Вот за Вашу практику, как часто Вам удавалось их находить? Удавалось ли? Да, мы за это время, получается, подняли 11 солдат в этом году и 14 за период предыдущий. То есть из этих 25 солдат медальона не было ни одного. Два раза мы находили медальоны раскрученные, поскольку наши красноармейцы бились очень здорово. И поэтому финские солдаты, когда находили эти медальоны, их просто раскручивали и выбрасывали. Поэтому вот два раскрученных медальончика мы находили. Но карельские поисковики, которые работают постоянно, не зная ни сна, ни отдыха, это их общественная нагрузка, это их веление души, эти медальоны находят. И к нам обращаются с просьбами подыскать родственников или найти родственников тех или иных солдат. В прошлом году вот такой случай был, когда от целищего Филиппа Филипповича медальон был найден. И мы обратились в село Бобровка, где проживала его семья. Но казалось, что жена его уже умерла. Дети его и сын, и дочь были бездетными, тоже скончались. И администрация Первомайского района нам на проводах отряда передала горземли с Бобровского, поля, которое мы передали поисковикам карельским, чтобы они рассыпали на месте захоронения. То есть случаи такие есть. Ну вот хорошо, повезло вам. Нашли вы идеально читаемый медальон. Что дальше? Куда следует обращаться поисковиками? Наверняка нужно какие-то архивные данные поднимать. Вы знаете, читаемый медальон, это просто такая находка, такое счастье для любого человека. Ну и опытные поисковики говорят, что на тысячу солдат, может быть даже больше, чем на тысячу солдат, один-два медальона. Можно найти читаемых. Во-первых, не все солдаты их заполняли, потому что примета такая была, что заполнишь медальон, погибнешь. И погибнешь. А в данном случае, если медальон находится, очень часто они бывают читаемые, но особой предосторожности, то есть в особых условиях нужно вскрывать, чтобы бумага тут же не рассыпалась. Стараются попасть в лабораторию, стараются попасть в такие места, где есть возможность этот медальон прочесть. Если даже открыт медальон, и в нем сохранился лист бумаги, ну сейчас существует специальная лаборатория, чаще всего мы криминалистам это все отдаем, и там под ультрафиолетовым излучением, даже может быть, ну то есть какие-то остаются следы, даже следы надписи можно прочитать. Передавали два года назад вот такой медальон, в городе Бийске состоялось захоронение, дочь еще солдата была жива, и этот медальон был именно таким образом прочитан. Какие-то еще интересные находки попадались вам? Ведь известно, что существовало много суеверий во время войны. Люди, солдаты брали с собой на фронт монеты, чтобы непримерно вернуться и отдать этот долг. Да, были монеты, находки такие были в прошлом году, и в этом году монетки найдены были вместе с останками солдата. Одна из находок, такая уникальная была, это колокольчик, колокольчик, который, видимо, солдат взял с собой с Родины, для того, чтобы, вернувшись, позвонить в этот колокольчик. Находка была ключ от дома, который солдат тоже взял с собой, чтобы вернуться, открыть этот дом. Ну вот про этот колокольчик, книжечка, которую издал Константин Сомов, корреспондент, с которым дружит наш поисковый отряд, который очень часто о поисковой работе освещение проводит, и вы знаете, именно колокольчик здесь является рефреном. То есть дочь подарила колокольчик, это киноповесть, в формате киноповести издание оформлено, и этот колокольчик был солдатом именно там, в Ругозере, и надеялся он, что вернется и в колокольчик позвонит. То есть вот эти колокола памяти, они не дают нам покоя. И в этом году поисковый отряд «Высота» поехал в экспедицию с колокольчиками, которые были прикреплены к Георгиевской ленточке. То есть мы вот в память об этом бою 75 лет назад вот такую небольшую акцию совершили. Татьяна Анатольевна, сколько еще нужно времени, чтобы поднять всех погибших воинов? Есть ли вообще здесь какой-то срок? Срока давности здесь нет. Похоронить мы, наверное, не сможем, наверное, всех до конца воинов при нашей жизни, по крайней мере, при жизни наших детей, наших внуков, вполне возможно. Мы хотим, конечно, поднять как можно больше солдат. Но понятно время, но условия труда там не подлежащие никакому описанию. То, что многие солдаты погибли и находятся далеко глубоко в болотах. То есть вот мы в этом году работали, это примерно полтора метра. Мы раскоп такой делали в глубину. А кто-то, может быть, уже за эти 75 лет так его затянуло, что мы его не сможем найти. Поэтому одна надежда на то, что как можно больше людей присоединятся будет к движению, поискового движения России, и вот таким своим добрым порывом, патриотическим порывом, как можно больше солдат помогут поднять нам всем. Спасибо вам, Татьяна Анатольевна, что пришли на вашу студию и за вашу работу, конечно же. О непростой и благородной работе бойца поискового отряда мы говорили с Татьяной Нитбайлой, командиром отряда «Высота». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин